Добрый вечер! 2018 год уходит в историю. Через несколько дней мы вступим в новый год еще более насыщенный на политические события. Парламентские выборы, референдум, местные выборы, новое правительство и так далее. Что будет, посмотрим. Сегодня пятница. Я Анатолий Голя. О политических итогах уходящего года и прогнозах на следующий год мы поговорим сегодня с президентом Игорем Додоном. Добрый вечер, Игорь Николаевич. Еще и выборы Башкана-Гагаузи. Еще и повторные выборы, как вы говорите, не исключаются досрочные. Либо досрочные, либо повторные. Это разные вещи. Ну, поговорим, обсудим. Спасибо, что вы нашли время сейчас, этот вечер перед праздниками. Мы, правда, записали чуть ранее, поэтому не было объявления, я не принимал вопросов. У меня самого достаточно вопросов. Игорь Николаевич, чем запомнится вам уходящий год? Или назовите событие, которое особняком стоит вот в этом 2018 году, который был очень непростым для всех нас? Я думаю, что их можно разделить на несколько групп. Есть внешнеполитические, есть внутриполитические, личные. Некоторые хорошие и плохие воспоминания этого года. Поэтому, все зависит от того, что именно вас интересует. Какая область? Для вас, вот, как, давайте, как для президента и как для жителя, для гражданина Молдовы? Ну, я думаю, что как в качестве президента очень серьезная внешнеполитическая повестка была. Мы получили статус наблюдателя Евразес. Первые Молдова стала, кстати, первая страна, которая получила этот статус 14 мая этого года. И мне кажется, что это серьезный шанс для того, чтобы использовать новые возможности на рынках стран Евразийского экономического союза. Это одно из основных внешнеполитических. Второе, взвешенная внешняя политика, которую мы проводим, это встречи и на Западе, и на Востоке. Хочу напомнить, что кроме встреч традиционных с Владимиром Владимировичем Путиным было очень много встреч с западными лидерами, Макроном, Меркель и так далее. Это второе, если говорить о внешнем плане. И третье, мне кажется, что я бы обозначил из внешнеполитических вот президентской повестки дня, это первый официальный визит Эрдогана в качестве президента Турецкой республики в республике Молдова. То, что касается внутриполитических, первое, это борьба между институтами власти. Президент с одной стороны, правительство, парламент с другой стороны. Три раза они использовали конституционный суд для того, чтобы ограничить президента в полномочиях, я имею в виду по подписанию законов, либо назначению министров. Это было в январе осенью один раз, и вот последний раз, когда я не подписал эти законы по республиканскому стадиону 9 мая. Это первое. Такое событие внутриполитическое. Второе, мне кажется, это, конечно, выборы в Кишиневе. И тот, скажем честно, плохой прецедент, который создали с аннулированием выборов в Кишиневе. Второе, ну, личное такое неприятное событие, это авария, в которую я попал в качестве президента вместе с членами семьи. Дай бог, все обошлось. Ну, неприятный момент. Еще важное событие года, это то, что после почти 10 лет было отремонтировано здание президентуры, символа государственности, без единого лея обмануться из государственного бюджета. Спасибо. Некоторые эти события, у меня есть вопросы, мы обсудим чуть ниже. Хотел спросить еще, на ваш взгляд, в качестве президента, что удалось и что не удалось. Тоже очень коротко. Мне кажется, по внешнеполитической повестке удалось практически все, что я ставил для собой задачу, за эти два года даже, и за этот год, и за прошедший. По внутриполитической, ну, мы знали, что будет борьба с демократической партией, но мы не ожидали, что они пойдут на использование вот этих возможностей через Конституционный суд. И они заблокировали все инициативы президента. Но мы компенсировали принятие наших инициатив парламентом очень активной повесткой дня по встречам с гражданами Республики Молдова. Я лично посетил более 300 населенных пунктов. Мы помогли более 170 тысяч человек, получили непосредственно помощь от благотворительного фонда. Я думаю, что мы этим компенсировали блокирование, которое было устроено со стороны правительства и парламента. Но, как я уже говорил, мы перешли Робикон. Два года. Есть такое историческое название и понимание. И я думаю, что впредь мы сделаем все возможное, чтобы вот таких попыток обойти президента не было. Ну, сложно сказать. Поговорим сегодня и увидите на будущем. Потому что вот мы обсудим парламентские выборы, но если вы говорите, что такого не будет. Допустим, ситуацию после выборов. Мы поговорим про выборы, возможные варианты. Но раз вы сказали, что не дойдет до этого. Допустим, ситуацию, когда партия социалистов не участвует во власти. Остальные там, не знаю кто, создают парламентское большинство. Любая попытка опять использовать инструменты Конституционного суда. Я буду вводить людей на протест. И предлагают кандидатуру на пост премьер-министра. Есть решение Конституционного суда о том, что президент выдвигает кандидатуру. Еще раз повторюсь. Любая попытка использовать Конституционный суд, как это было в течение этого года и прошлого года, для того, чтобы обойти конституционные возможности полномочий президента и интерпретировать, как это было раньше, без протестов, без того, чтобы президент вывел либо народное движение за президента, который мы сейчас запустили, либо сторонников партии социалистов. Будут протесты, массовые протесты. Чем они закончатся, время покажет. Поэтому больше таких случаев, чтобы мы не откликнулись на отзывы и на предложения людей выйти протестовать против Конституционного суда, либо парламента, или правительства, больше таких случаев не будет. А что мешало до сих пор? Мы с вами об этом не раз говорили. Я не хотел довести ситуацию до дестабилизации. Я считал, что нужно дойти более-менее мирно до парламентских выборов, для того, чтобы дать возможность людям проголосовать и поменять эту власть демократическим способом. А дальше, если не поменяют власть, то можно дестабилизировать ситуацию? Зависит от того, как себя будут вести партии власти? Как они будут использовать все ресурсы на этих парламентских выборах? Но я отвечу на ваш вопрос, что если будет другое парламентское большинство, вы имеете в виду демократическую партию вместе с блоком АКУМ, я не исключаю такой вариант, что они могут опять объединиться против нас, если мы не получим парламентское большинство. Кандидатуру Владимира Плохотнюка на пост премьер-министра. Ваши действия? Вы мне не разу спрашивали этот вопрос, и я говорил, не разу отвечал на этот вопрос, что мы не поддержим эту кандидатуру. Вы, как президент, обязаны подписать указ о назначении кандидатуры? В Конституции это не написано. В решении Конституционного суда от 2016 года? В решении Конституционного суда есть очень много вещей, с которыми мы не согласны. И не раз мы не шли на исполнение некоторых очень непонятных решений Конституционного суда. Есть Конституция, очень четко понятно, что президент консультируется с фракциями и предлагает кандидатуру к премьер-министру. Так и будет после парламентских выборов. Вот это движение «Сильный президент – сильное государство». В связи с чем возникла идея создания этого движения сейчас? Я бы понимал, если бы мы приближались к президентским выборам. Полномочия, стремление, избирательная кампания, политические действия. Сейчас у нас кампания по парламентским выборам. Причем тут президент? В течение последнего года было очень много снизу, от простых людей, предложений из района, весел, чтобы мы как-то объединились для того, чтобы не дать дальше возможность демократической партии, парламентскому большинству, которые уже уходят от парламента и правительству, обходить полномочия президента. Я всегда говорил, что, слушайте, давайте подождем до выборов, есть парламентские выборы и так далее. Но после последнего решения Конституционного суда мы поняли, что, как я сказал, прошли Робикон, осталось два года. Я понял, что дальше терпеть категорически нельзя. И вот эти полторы-две тысячи человек, которые мне написали, есть письменные обращения ко мне. Игорь Николаевич, только скажите, мы готовы выйти, поддержать вас и так далее. Я принял решение поддержать эту инициативу. И, вы знаете, несколько недель назад я об этом заявил. И после 20 января я приглашу этих людей в президентуру, в Кишинев, для того, чтобы мы вместе обсудили, как мы будем дальше работать вместе. Я спрашиваю потому, что в начале года вы говорили о намерении создать Комитеты национального спасения в противовес с унионистом. Вот это движение унионистов, которым пугали людей, как детей раньше пугали милиции, вот это движение оказалось пшиком. Наверное, и благодаря нашим усилиям тоже. Не знаю, благодаря кому, но зачем создавать Комитеты национального спасения, когда там 27 марта на площади вышло несколько сот молодых людей. Я думаю, что наши действия в течение этого года в качестве президента, в качестве моих коллег из партии социалистов, и создали ситуацию, и подвели ситуацию к тому, что у них получился полный пшик. Я хочу напомнить, как они активно, несколько сотен примарий, принимали решение о том, что они подписывают акты по присоединению с Румынией. И после того, как мы подняли волну патриотов, ну, ответную волну, и более 250 или 300, я уже не помню, сколько населенных пунктов приняли решение, это все остановилось. Поэтому я уверен, что если бы мы не предприняли конкретные, четкие, ясные действия на уровне президента, я созвал СОББЕС, кстати, по этим вопросам, и поставил этот вопрос на Советы Безопасности. И все ушли с заседания, потому что, ну, мои оппоненты, потому что им не нравилось, что я поставил этот вопрос. Эти действия привели к тому, что у унионистов ничего не получилось в этом году. Но это не означает, что мы должны расслабиться. Они очень активны и работают очень системно. Идея Комитета национального спасения еще... А я думаю, что это будет вместе с этим народным движением. Это будет общее движение про государственность, про президентскую республику, про президента. И это будет общее движение. Народные движения, национальные движения, непартийные. Я хочу отметить, что из этих полторы-две тысячи человек, которые уже обратились, ну, наверное, меньше половины являются членами партии. Остальные не члены партии. Это разные общественные организации, которые готовы стать рядом с президентом и солидарно с действиями президента. Я думаю, что это хорошо. Любые движения за что-то хорошее – это хорошо. Но почему-то у нас получаются любые движения, в том числе, против кого-то. И вот это ведет к расколу общества. Я очень переживаю за молдавское общество, которое раскалывается политиками. Анатолий, мы не разу об этом говорили. Да, и я буду говорить об этом. И в избирательной кампании, и в том числе. Я всегда с вами был согласен, что нельзя раскалывать молдавское общество. Но когда всенародно выбранного президента ограничивает полномочия парламент или парламентское большинство, которое создано перебежчиками из других партий, ну, это не соответствует выбору народа. Поэтому, конечно, люди хотят этому противостоять. Есть разные способы. И то, что возникло это движение национальное и народное, мне кажется, что это хороший сигнал, что люди, наверное, хотят изменений. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что, и вы со мной согласитесь, что более 70-80% граждан Республики Молдова хотят видеть более сильного института президентства. Вот по всем опросам 70-80% за президентскую форму управления. Посмотрите во всех опросах. И это не только левый электрад, это и правый тоже. Меня вчера спрашивали на одной передаче, что если бы ваш оппонент победил бы на президентских выборах, вы бы тоже были за президентскую форму управления? Я тоже был бы за президентскую форму управления. И этот шаг, который мы согласились по поводу народного движения, это движение как раз в эту сторону, для усиления института президентства в Республике Молдова. И это не обязательно делается для президента Додона, потому что ситуация изменится. Будет другой президент, но нельзя, чтобы парламент и правительство позволяли себе такие вещи в адрес президентства, института президента. Дело не в Додоне. Дело в институте президентства, который нужно уважать. А не делать, что если ты его не контролируешь, давайте его ликвидировать, либо обходить. Это неправильно. Ну, я с вами согласен, что... Я вам скажу другое. Ситуация изменится. Мы понимаем, через 5, 6, 7, 8, 10 лет еще неизвестно, кто будет премьер-министром, спикером. Кто будет президентом. Кто будет президентом. И стоит ли ему давать больше помощи? Нет, нет, я по-другому. Я вам скажу другое. Когда я буду в парламенте или в правительстве, буду иметь парламентское большинство или буду руководить правительством на каком-то этапе, это тоже возможно, я это не исключаю. Поверьте, я бы никогда себе не позволил и не буду себе позволять такие движения, акции в сторону института президентства. Потому что нравится человек или не нравится, это институт государственной власти. Я согласен. Но давать много полномочий президенту, все-таки парламент, когда решает, это коллективное решение. Когда один человек... Я не согласен, что народ всегда голосует правильно. Подождите, Анатолий, а у нас сейчас коллективное решение парламента или решает один человек? Парламент решает? Подождите, выходит лидер партии в офисе, говорит, что увеличен зарплату на 50%. И на второй день парламент за это голосует. Так у нас что сейчас? Парламентаризм или нет? Так у президента есть возможность выйти и сказать, что это ненормально. Так я всегда отоговорил. И еще раз повторюсь. Если бы была парламентская форма правления классическая, что означает классическая? Партия получила 20 мандатов, другая 10, другая 15. Сели за стол переговоров. Тяжело договорились, вот как... Германия. Германия. Или как в Израиле. Вот я был сейчас в Израиле. У них там никто больше 25% или 28% не набирает. Они долго там между собой переговариваются, но договорятся и делают парламентское большинство. И никто не перетягивает депутатов. Вот если была бы такая форма в Молдове, ну хорошо, тогда это соответствует выборам народа. Вот проголосовали за Дадона 4 года назад, 25 депутатов получил. За Филата там 23, за Коммуниста 21 и так далее. Вот если бы до конца мандата было бы такое же распределение мандатов, поверьте, никто бы не поднимал вопрос о том, что нужно переходить на другую форму управления президентского. Потому что это бы соответствовало выбору народа. Запретить переходы из фракции в фракции. Я это и предложил. Я же предложил демократам сейчас, когда они запустили этот преферент. Что значит перетягивают? Вас же не перетягивали в 2011 году, 4 ноября. В 2011 году? Вы знаете, что было там у коммунистов? Что было? Была сильная партия? Нет. Вороний сделал все возможное для того, чтобы развалить эту партию. Для того, чтобы на каком-то этапе просто отойти в сторону ради спокойного... Расло 7 лет, но партия еще держится. Ради спокойной старости. Мне как-то вот тоже говорят, что где-то опять критикует Владимир Николаевич. Ну, давайте скажем честно. А кого Владимир Николаевич фалил хоть раз? У него же... Вас фалил, когда вы были в партии коммунистов? Сказали молодой перспективный министр экономики. Он говорит, все сволочи, только я один вот такой. К Зинаиду Гречану и хвалил, когда была премьер-министром. Он хорошие слова только про Плохотнюка говорит, потому что боится, чтобы его не взяли за одно место. Остальные все у него плохие. Он... Мы знаем, дай Бог ему здоровья. Я всегда желал пожилым людям, пенсионерам, чтобы они были здоровы, чтобы у них было побольше лет жизни, чтобы они радовались внукам, правнукам и так далее. Это ведь Владимир Николаевичу пожелаю. Он уже депутатом никогда не будет, поэтому... Как знать? Он в последней передаче у меня сказал, что он и президентом будет следующим. Через два года мы посчитали, что ему будет, по-моему, 79. Он упустил свой шанс стать... Как Китай, да? Был такой... Мао Цзэдун. Отец нации Мао Цзэдун и так далее. Он упустил свой шанс в 2009 году. И в 2010 у него был этот шанс. И он это знает. Вы думаете? Он это знает, но он никогда об этом не скажет. Скажите про сильного президента. Потому что многие говорят в шутку, что это движение, сильный президент, сильная страна, означает ли это, что надо менять президента? Потому что когда пять раз отстранили, и президент ничего не предпринял, то это не говорит о силе президента. Президент не воспользовался своими полномочиями, которые есть в Конституции. Я вам говорил, высший совет безопасности очень редко собирали. Статья 84 Конституции. Президент имеет право обращаться к нации по наиболее важным проблемам. В парламенте. В парламенте, да. Обращаться по наиболее важным для нации проблемам. Почему вы не воспользовались ни разу этими... Я знаю, что на открытии сессии, осенне-зимней сессии, вы планировали выступление. А зачем выступать перед этим парламентом, который уходит? Не перед парламентом. И который и так далее. С трибуны парламента обратиться к нации. Нет смысла в этом парламенте, который... Пусть они не слушают, пусть выходят из зала. Не провоцируйте. Мы обращаемся к людям каждые 3-4 месяца. Не, ну не через пресс-конференции, не через встречи. На открытых выступлениях, и мы общаемся с людьми. Вы это знаете, и люди это знают. И благо, что большинство граждан это видит и доверяют президенту. В определенном районе, там Гагаузии последнее. Но вот вышел президент на трибуну парламента. Если у вас ответ интересует, или у вас есть своя повестка, чтобы перебивать. Почему с парламента нет? Если интересует, выпейте водички. Пожалуйста. Хотя бы минуту. И не дергайтесь. И послушайте. Обычно с чаем, но если водичка поможет, тоже. Мы не раз обращались, и мы общаемся напрямую с народом. Без посредников. Без этого парламента, который стал самым худшим парламентом в истории Республики Молдова. Зачем туда идти? Чтобы посмотреть в лицо этим более трети депутатов, которые перешли своих фракций в демократическую партию. Я об этом заявлял не раз. Они уходят. Будем перед следующим парламентом. Конечно, мы с ними встречаемся и будем выступать. Теперь насчет сильного президента и сильной страны. Институту президентства сейчас доверяет больше всего граждан Республики Молдова и всех институтов власти. Доверие к президенту в несколько раз выше, чем к премьеру и к спикеру. Если их вместе поставить, их рейтинги, в любом случае в несколько раз выше доверие к президентству. Почему это произошло? Это значит, что мы правильно, правильные шаги делаем. Потому что если бы я подписал законы, которые мне парламент ставил и шантажировал, чтобы я подписал по 9 мая и так далее, я думаю, что доверия населения было бы меньше. Я сказал, что я не подпишу и ложиться под этот парламент не буду. И народ меня поддержал. Теперь то, что касается полномочий дальше, вот этих полномочий, вы же знаете, мы об этом говорили. И народ очень рад, что это понимает и знает, что полномочия они сняли практически все, которые им удалось через Конституционный суд. И сравниться с президентом до меня, того не боялись, все полномочия были у того, и по СИБу, и по СППС и так далее. До Дона они боятся, поэтому сняли полномочия. Конституцию не меняли. Вы же мне сказали про Конституционный суд сегодня не раз. Да, есть интерпретации Конституционного суда. С которыми я не согласен, с которыми вы согласны. А я категорически не согласен. Я не согласен со многими. Не надо мне приписывать, что я согласен. Потому что их используют в борьбе против президента. Я не согласен с составом Конституционного суда. Ну и все, что касается полномочий дальше, нужно сбалансировать полномочия института власти. И я думаю, что это произойдет после парламентских выборов. Во-первых, мы вернем все, что отобрали у института президентства, не у Додона, у института президента, мы все должны вернуть после парламентских выборов. И после этого очень серьезно проработать изменения в Конституцию для того, чтобы сбалансировать эту ситуацию, чтобы больше таких случаев не было, как было в течение последних несколько лет. А как вам вообще, я сказал, что мне не нравится, как вам вообще состав Конституционного суда последний? А вы не заметили, что меня не было в парламенте на принятие присяги новых членов Конституционного суда? Заметил. Ну, это и означает мое отношение. Потому что обычно члены Конституционного суда должны присягу давать в присутствии президента. Мне позвонили с парламента Адриана Канду. Я сказал, что я не буду участвовать, потому что я не согласен с тем, как были назначены эти новые члены Конституционного суда. И я там не был. Вы вообще в этом парламенте, я помню, видели вас, когда принимали смешанную систему. Нет, я тогда не был в зале заседания. Я был на заседании фракции. Заходили, да. Да. А в этом парламенте, мне кажется, что я был только один раз, в должности президента, когда на Конституционном суде назначили новую судью и в ТОДе. И в ТОДе. Да. Больше я в этом... Присутствовали на... Когда... Присяге. Присяге, да. А больше не было. Я не сожалею. В следующем парламенте будет другая ситуация. Другие партии будут. О следующем парламенте мы поговорим в следующей части программы. У нас короткая реклама на РТР Молдова. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы вернулись в студию. Прежде чем перейти к вопросам будущих парламентских выборов, которые, конечно, волнуют всех, я хотел вернуться немножко к международной повестке дня. Ваш визит в Израиль, о котором вы упомянули, после вашего визита парламент был распущен, Кнесет. В Израиле досрочные выборы все-таки будут. Я знаю, что вы обсуждали этот. Но там во время встреч с председателем Кнесета у вас было два заявления, которые были на сайте Кнесета о том, что Молдова первая намерена рассмотреть со всей серьезностью вопрос о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Вы, по-моему, не отвечали нигде на этот вопрос. Что имелось в виду, на самом деле ли это так? Ну, знаете, когда вам задают вопрос, что вы думаете по поводу переноса посольства? Ну, ответ, который какой может быть? Мы рассмотрим со всей серьезностью. Не-не, мы подумаем. Вот такой ответ был. Не, ну, здесь цитата, это на сайте Кнесета, это на русском языке. Цитата, как цитата. Потому что это очень чувствительный вопрос к международной политике. Это очень непростой вопрос. Да. Это очень простой вопрос. И когда я вот с премьер-министра встречался, я говорю, слушайте, у нас такие связи хорошие. Там столько евреев, выходцев из Молдовы. Около ста тысяч, кстати, в Израиле. Говорю, почему вы не открываете посольство Израиля в Кишиневе? Посол же Израиля, он с офисом в Киеве, не в Киеве, в Израиле. И он оттуда приезжает в Молдову. Я говорю, так чего не открываете? Он говорит, все, открываем. Только вы переносите посольство. Хороший вопрос. Господин премьер-министр, ну, давайте не будем обуславливать. Это очень непростые вопросы. Поэтому то, что касается переноса, время покажет. Я не думаю, что этот вопрос повестки дня внешнеполитический на ближайшие месяцы или год для Республики Молдова. И второе заявление такое, непростое, которое приписывает вам. Молдова всегда будет стоять на вашей стороне в нелегком противостоянии тем вызовам, которые постоянно бросают вам ваши противники на Ближнем Востоке. Всегда помните, что у вас есть подлинный друг в лице Молдовы. Мы всячески поддерживаем вас. Желаем успеха в вашей деятельности по раскрытию и разрушению диверсионных туннелей на северной границе Израиля. Про туннели точно. Цитата с сайта Кнессета. Давайте, мы не будем там про туннели и так далее. Тем более, я первый раз там услышал про эти туннели. Моя позиция, я объясню. И она четкая, понятная. Я уверен, что большинство граждан Республики Молдова с ней согласен. Когда там происходят разные террористические акты, ну, конечно, мы будем поддерживать израильский народ. Категорически, что мы будем на стороне террористов, когда взрывают там города и так далее. Президент Абдаган очень резко высказался против Израиля. Ну, мы и Турции не раз говорили, что когда у них взрывают террористы, что там, мы тоже поддерживаем Турцию. Ну, в чем здесь проблема? Я категорически выступаю против всех этих террористических угроз, которые есть на Ближнем Востоке. Дай Бог, чтобы они у нас не появились. Ну, моя позиция понятна, ясна. То есть, они как бы услышали то, что хотели услышать? Ну, я уже ответил. По поводу предстоящих выборов, многие заметили, что по мере приближения выборов вы вновь стали говорить о денонсации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Не говорил. Не говорили. Ну, говорили о пересмотре, по крайней мере. Я думаю, что опять вы откуда вытащили, непонятно, какие-то цитаты. Приписывали. Не в парламентских, не в президентских выборах, давайте четко скажем. Нет, те цитаты с сайта Кнесси, это Игорь Николаевич. Секунду, Анатолий. Президентские выборы, избирательная кампания 2016 года, я ни разу не говорил о денонсации, говорил о том, что это не полномочия президента. Что если к власти придет партия, которая... У них есть возможность в парламенте это сделать. И за последние полтора-два года я не говорил, что Дадон запустит процедуру денонсации. Более того, я не раз говорил, что я за взвешенную внешнюю политику. Я считаю, что у нас должны быть хорошие отношения с Западом и с Востоком. Но я всегда отмечал, и отмечаю еще раз, что я не согласен с тем, как было подписано это соглашение о спешке. И считаю, что некоторое положение этого соглашения, в основном экономический блок, противоречит интересам Республики Молдова. Потому что мы открыли наш рынок для товаров, которые мы можем производить здесь. И это разрушает местного производителя. Позиция, которую я всегда придерживался. И вы против зоны свободной торговли с Евросоюзом за асимметричную торговлю? Асимметричная торговля для нам более выгодна. Что означает асимметричная? Мы к ним без таможенных пошлин, они к нам таможенные пошлины на импорт. Но полностью перейти на асимметричную торговлю – это нереально сейчас. Поэтому нужно по некоторым товарным позициям, которые нам интересны, это в основном агропромышленный комплекс. Увеличить квоты? Не только увеличить квоты на экспорт. Это нам ничего не дает. Есть квоты, которые мы не выбираем. Если мы в прошлом году экспортировали 1500 тонн яблок в Россию, в Европейский Союз за 215 тысяч тонн в Россию. Если нам квоту даже даст 300 тысяч, мы не экспортируем. Это было 40 тысяч, по-моему. Мы не экспортируем. Поэтому вопрос не в квоте. Вопрос в том, чтобы мы вернули таможенные пошлины на импорт некоторых товаров из Европы, которые разрушают наш местный рынок. Хотя бы на какой-то период. Для того, чтобы конкурентоспособность наших товаров выросла. Я это говорил открыто и в Брюсселе, и говорил представителями Европейского Союза и здесь. Вас начал говорить экономист, я продолжу эту тему. Зачем в таком случае нужна зона свободной торговли с некоторыми другими странами? В частности, с Турцией. Во время визита я заметил, вы очень красиво сказали, что у нас торговый объем с Турцией достиг 400 миллионов долларов. И дай бог в этом году может 500, а в будущем миллиард. Так быстро миллиард в будущем не будет, но через несколько лет. Да, через несколько лет. Но при этом вы не сказали, что из этих 400 миллионов, 320 миллионов это экспорт в Молдову товаров из Турции. И 70-80 миллионов молдавский экспорт в Турцию. Зачем нам такая зона свободной торговли, зная о том, что из Турции импортируется в основном? Не в основном агропромышленные товары. Не в основном. Значительная часть. Нет, нет, нет. Вы залезьте в структуру чуть-чуть и посмотрите, что мы импортируем оттуда. И мы импортируем и некоторое сырье для текстильной промышленности. Мы оттуда импортируем некоторое оборудование и так далее, и так далее. Ну и большая часть помидоров и так далее. Я не против свободной торговли, но по интересующим нас позициям агропромышленного комплекса нужно ставить барьеры. Иначе это разрушает нашего местного производителя. Но свободные режимы торговли – это возможность привлечь инвестиции в Республику Молдова. Я объясню. Крупный инвестор не откроет производство в Молдове только для внутреннего рынка, потому что рынок маленький. У нас 3 миллиона потенциальных потребителей. И стакан, вот если производить просто стеклянный стакан в Молдове или производить его на Украине для 40 миллионов потребителей, с учетом объема рынка он у нас будет дороже. Поэтому те, которые к нам приходят и инвестируют в какое-то производство, они, конечно, смотрят на режимы торговли, которые дают возможность экспортировать отсюда в другие страны. Вот для чего нам свободная торговля. Свободная торговля маленьким странам с западом и с востоком нужно для того, чтобы привлечь сюда инвесторов для производства. И представители деловой России об этом говорили в Тишиневе, что им интересно экспортировать верный союз. Когда мы в этом году провели этот форум, очень важный форум, кстати, это еще одно событие этого года, впервые такой большой интерес, объем инвестиций более 250 миллионов долларов подписали. Начали, кстати, они уже приехали, некоторые компании, которые подписали эти соглашения, и рассматривают площадки, где построить заводы. Но ждут результатов выборов, понятно почему, парламентских. То движение уже есть. Они сказали, Игорь Николаевич, нам интересно Молдова именно с этой точки зрения. Можно здесь производить и отсюда экспортировать в Россию, в Турцию, в Европейский Союз. И мы должны этим воспользоваться. Вот это и есть политика ИИ. Это политика взвешенной внешней политики, и именно подхода ИИ, но не или-или. И я очень рад, что вот, кстати, мы разработали концепцию, всех интересует. Я несколько раз об этом публично сказал. И после того, как я об этом переговорил с Путиным, с Макроном, лично поговорил с Меркель, и тоже об этом сказал. А мои советники были в Вашингтоне, Берлине, Париже и в Австрии. И в Вене, да. В Вене были. Вот за последние буквально 2-3 месяца, это очень серьезная внешнеполитическая деятельность была, то заинтересовались все. Сейчас спрашивают и румыны, сейчас спрашивают очень много стран, все-таки что там. Красносельский вот позавчера спрашивал Игорь Николаевич. А что там? И мы очень детально это обсуждали. Я думаю, что это единственный выход для Молдовы. Иметь хорошее отношение с одними и с другими. Не втягиваться в геополитические войны на сторону кого-то, чтобы нас не использовали как пешки там в каком-то своем раскладе. На основании этого сохранить и укрепить нейтралитет. И на основании вот этого подхода решить Приднестровскую проблему. Вот наша задача стратегическая на следующие 2-3 года. Я думаю, что она реальна. Мы про Приднестровскую проблему поговорим чуть позже. Если успеем. Успеем. Немного про парламентские выборы и референдум. Вы так и не решили пока, будете возглавлять список партии социалистов или нет? У нас есть время до 24 января. И опять же, есть решение Конституционного суда о том, что... Что-что? Что президент... Президент Республики Молдова не может быть членом политической партии и ни в какой форме не может продвигать интересы какой-либо политической партии. Глава государства играет роль арбитра или нейтральной ветви власти и должен сохранять дистанции в отношении всех политических партий. Дистанция будет очень сильной в отношении всех, но к социалистам мы будем ближе. Потому что это пропрезидентская партия социалистов. А если кто-то попытается использовать опять Конституционный суда для того, чтобы как-то повлиять на результаты социалистов из-за того, что там участвует президент, ну, мало не покажется. Посмотрим, чем все это закончится. Но, с другой стороны, вы должны понимать, вы сами говорили о том, что будете стремиться стать президентом для всех граждан, в том числе для тех, кто за вас не голосовал. А когда... Кстати, вы помните наш разговор двухлетней давности? Не помню. На пятилетие... Мы часто с вами обсуждали. На пятилетие РТР Молдова вы сказали, что вот Голя за меня не голосовал. Я сказал, я не голосовал ни за кого, потому что хочу дожить до того момента, когда мне будет стыдно, что такой хорошей политики или партия, я за нее не голосовал. И чтобы я каялся и после этого участвовал в выборах. Я, честно говоря... Еще не стыдно. Еще не стыдно. Еще не жалею, что не участвовал в выборах в 2016 году. И совсем не уверен, что буду участвовать в 2019 году. Знаете, в некоторых странах для граждан, которые не участвуют в выборах, их ограничивают и в других... И в правах. И в других правах. И, наверное, в этом какая-то логика. Я предлагаю вам внести такую законодательную инициативу. Нет, я не буду... Барламент против Голи. Не против Голи, нет. В чем здесь Голи? Вы слишком преувеличиваете вашу роль в молдавской политике. Мы не про это, я про другое. Я думаю, что все должны участвовать. Не важно, они там за левых, за правых. Это гражданский долг. Это возможность повлиять на ситуацию. Понимаете? И это реально... Потому что если бы вышло на 10-15% больше граждан, ну, надо им дать эту возможность, всем, и тем, которые в России, и так далее, то ситуация изменится. Все зависит от каждого человека. Должно выйти и проголосовать. Понимаете? Ну, мы сейчас идем... Люди, когда видят, что они голосовали, вы сами сказали, да, голосовали в 2014 году за демократическую партию 19 мандатов. Партия является правящей. Люди задаются вопросом, а зачем я голосую? Ну, мы тогда предупреждали, что те, которые голосуют за коммунистов, голоса перейдут туда. И я сейчас опять предупреждаю, что на левом фланге есть три спойлера, которые... Задача которых, вот если их запустят, задача отобрать голоса у социалистов. Три спойлера – это кто? Три партия. Зачем я им рекламу делаю? Вы их знаете. Так их еще не запустили, вы просто сказали, есть ли их запустят. Их уже запустили. Одни подали документы вчера, еще двух ждем. Я думаю, что это три спойлера для того, чтобы отбить несколько голосов в надежде на то, что социалисты не возьмут большинство. Это все понятно. А потом будет тот же самый... Но люди, мне кажется, что я уверен, что люди умнее сейчас. Они все это понимают. Они увидели, что произошло за эти девять лет. И вы как президент ограничиваете себя, имея вот такие ярко выраженные политические преференции, пристрастия. Анатолий, ничем мы себя не ограничиваем. Каждый гражданин Республики Монлова имеет право на... На лево. Я тоже хотел сказать, на партию лево толка такая, как есть партия социалистов. Но если серьезно, у каждого должно быть и нормально, он может высказывать публично свое мнение. А буду ли я участвовать во главе списка или нет, у нас время есть. И это не касается вот этого решения Конституционного суда, что вы понимали, которое вы процитировали. Это касается повестки дня президента. По закону, который приняли в 2015 году, против нас, кстати, сказали, что избирательные конкуренты не имеют права использовать внешний ресурс встречи с внешними лидерами избирательной кампании. Кстати, из-за этого один из элементов, почему сняли Настас, аннулировали выбор. Поэтому, если на январь-февраль у президента будет серьезная внешнеполитическая повестка дня, встречи с президентами и так далее, а такие намечаются, конечно, в этом случае я не намерен нарушать закон. И, конечно, в этом случае я участвовать не буду непосредственно в избирательной кампании. Если не будет такой серьезной повестки дня и что-то можно будет откладывать там на март или после 24 февраля, конечно, я приму предложение и буду во главе списка социалистов. Но вне зависимости от решения, ну все люди же знают, что социалисты – это партия за Додона. Додон – это вместе с социалистами. Поэтому большого влияния на участие прямой или неучастие, большое влияние на результат выборов не будет иметь. С этим я согласен. Какова стратегия, объявили партия социалистов, по крайней мере, объявила, что на референдуме, который состоится одновременно, я даже до сих пор не понимаю, один референдум или два, потому что вопросы будут в разных бюллетенях, это значит два референдума вообще-то. Полная путаница с этими референдумами. Ну, неважно. Социалисты сказали, что не будут агитировать ни за, ни против. Мы не будем это делать. И мы не… Ну, они. Вот, вот, вот. Видите, вы сами провоцируете. Я не провоцирую. Вы… Вот вы пригласите члена партии социалистов. Вы чувствуете себя социалистом и соответствующим вам разговариваете. Самое важное, Анатолий, что вы тоже меня чувствуете как социалиста. Вот это вы правильное движение мысли у вас. Это правда. Ну, видите, и большинство граждан Республики Молдова об этом тоже так думают. Значит, не надо было выходить из партии. То есть, я знаю. Как не выходить? Да. Вы же… Ну, они же поменяли закон специально под Додона, чтобы Додон ушел из партии социалистов в надежде, что социалисты рухнут. Но этого не получилось у них. По поводу референдума. Позиция понятна. Мне кажется, что агитировать за этот референдум никто не будет, кроме демократов. Народ пусть сам решает. Против? Тоже не было особо. А против что там? Плохие вещи написано? Вот те вопросы, которые поставили на референдум, что это неправильный вопрос? Ну, отзыв депутатов, вообще-то, на мой взгляд, в нынешней ситуации вообще глупый вопрос. Потому что вы знаете, что нельзя отзывать императивный мандат и так далее. Но когда… Там, где действует это, на Кубе, где действует это, действует в условиях мажоритарной системы. Как отзывать депутата, который пропорциональному, пропорциональной системе и помогает? Это консультативный референдум, никакой юридического эффекта не будет иметь. Но я поэтому и настаивал, что, ребята, давайте включим и третий вопрос. А запреты на переходе из… Запреты на переходе из одной партии в другую. И мы узнаем, хотя мы все знаем мнение населения, но я уверен, 99,9% категорически против. Но этот вопрос был бы более логичным. И тогда вот на основании этого мнения большинства граждан Республики Молдова в парламенте запретили, приняли бы какой-то закон. Знаете, вот как тот же Израиль, вы меня спрашивали. Могут депутаты выходить из фаркции? Могут. Но там такие условия, и финансовые в том числе, они должны вернуть в бюджет все деньги, которые эта партия получит за 4 года. Знаете, из бюджета финансируется партия. Это одно условие. Там второе, третье, четвертое, что этот политик больше не будет появляться нигде. Вот давайте ставим такие условия. Это было бы правильно. Это бы ограничило вот все эти махинации, которые происходят в парламенте Республики Молдова. Ну вот с этим референдумом вы не будете участвовать. Остальные, ну практически никто. Коммунисты объявили, что бойкотируют. Остальные вообще не обращают внимания. Но, с другой стороны, со вчерашнего дня Центральная избирательная комиссия принимает заявки на регистрацию конкурентов на референдуме. И по решению Конституционного Центральной избирательной комиссии, конкуренты, которые зарегистрировались, могут начать кампанию по референдуму. Сразу. Сразу. И они, знаете, как будут агитировать. Они будут агитировать демократическую партию за референдум. Мы рассматривали все эти юридические тонкости, как возможность начать избирательную кампанию. То есть они получают преимущество. Начать избирательную кампанию раньше, чем 24 января. И мы решили, что нам в любом случае не надо входить в эту их хору у Нири. Если хотят, пусть проводят. Но это им не поможет, Анатолий. Потому что я думаю, что расчет был на что. Что вот они запускают эти идеи. Хорошая идея. Если кто-то поддерживает референдум, ага, они поддерживают демократов. Если кто-то не поддерживает референдум, значит вот они плохие. Вот мы за снижение количества депутатов. Они там хотят сохранить много начальников и так далее. Но так как никто в эту их игру не ввязался, я думаю, что все люди будут им... А и мы постараемся, чтобы люди на встречах им напоминали. Ребята, почему вы были против инициативы президента по запрете перехода депутатов из партии в партии? Значит вы хотите этим воспользоваться? Значит вы так создавали до сих пор власть и хотите дальше. Поэтому и аукнется это наоборот. И они не наберут очки политические. Может следовало просто заблокировать этот референдум? Вы в принципе могли. Заблокировать этот конкретный референдум я не мог. Заблокировать изменения законодательства, конечно, мы могли. Но тогда я бы сам себе противоречил. Потому что последние 5-6 лет, 8 лет активной политической деятельности Додона, я всегда говорил, что референдум это самая правильная форма воли и изъявления. И я сам не раз подписывался под референдумы и запускал такие референдумы. То есть когда... И они их блокировали? Нет, нет. Так слушайте. Ну 24 сентября. Я же не демократ, который занимается этими вещами. Я честно, открыто, всегда поддерживал идею референдума. Поэтому заблокировать саму идею проведения референдума я не мог. Потому что я за референдум. А участие в этом референдуме или заблокировать непосредственно референдум демократов, это было постановление парламента, которое не подлежит подписи стороны президента. Нет, там было изменение законодательства. Причем после того, как парламент истекли полномочия, они бы уже не могли принять. А совмещение избирательных округов. Потому что на референдуме по закону округа по районам, а на выборах нет. Я по этому и говорю. Вот это вы могли заблокировать. Против самой идеи референдума в целом, потому что благодаря этим изменениям референдум может состояться, к примеру, если будут досрочные парламентские выборы, и будут другие, другие вопросы будут, запустим на референдум. То вот согласно этим изменениям, которые я подписал, может состояться референдум. Это правильно. Если Конституционный суд тому времени не придумает что-нибудь. Посмотрим из Конституционного судов. Другое. Я думаю, что как только власть поменяется, они все начнут либо оттуда убегать, либо попытаться поменять шапку. Их наоборот на 6 лет только назначили, чтобы сохранить устойчивость. Как только меняется парламентская большинство, у нас же были примеры, и более стойкие люди. А там такие ребята, что они очень хорошо понимают, что за ними есть и как. Поэтому не смотрите на все это. Я понимаю желание демократической парты забросить шапку подальше, а потом разобраться. Но ситуация изменится. Я вообще не понял вчерашнее постановление правительства, ну в четверг, в среду было принято, о том, что наглагается мораторий до конца 2019 года на назначение в органах исполнительной власти. Там даже не видел такое. Там было такое постановление, я его не понял, вы его изучите. Ну это, наверное, знаете, что это означает? Вот назначили кого-то из своей команды, которые не попались в списках, потому что там список же не резиновый. И все понимают, что максимум 6-7-8 человек пройдут по этому списку. Ну, может быть, больше посмотрим. И назначили, к нам. И назначили, и для того, чтобы слушать, ну тебя не снимут, вот мы принимаем такое постановление правительству как гарантия. Ну все, это фильки на грамот. Они мотивировали это тем, что вводится новый закон об оплате труда, и до конца 2019 года никого нельзя. Посмотрим. У нас еще одна короткая реклама, после которой мы поговорим и о проблеме Приднестровья, потому что обещали. Мы вернулись в студию, говорим про выборы, поговорим я на тему Приднестровья. Игорь Николаевич, ну по поводу выборов, что еще можно сказать? Вы еще верите в то, что эти выборы могут быть честными, корректными и демократичными? Хочу верить. Хотите верить? Потому что я не верю. А вы же не участвуете в выборах. И многие люди, и именно поэтому и не участвуют. Вы же не участвуете в выборах, поэтому вы субъективный человек. Я субъективный человек. Мы все субъективны. Вы все избирательные кампании игнорировали. Мы все субъективны. Поэтому я участвовал во всех избирательных кампаниях. Уважаемые сограждане, в выборах нужно обязательно участвовать. И вы покажете примеры. Это я вам говорю точно. То есть, вы верите, что возможно? При всех тех нарушениях? Я думаю, что... Избирательный кодекс менялся. Давайте я скажу мое мнение. Я считаю, что партии власти очень опасно сейчас попытаться как-то заигрывать с инструментами административными. Ясно, что есть желание очень контролировать дальше все, как было последние три года. Но после января 2016 года, когда мне сформировали это парламентское большинство, и, конечно, хотелось бы так же рулить всем и так далее. Но это не получится, потому что для того, чтобы было то же самое, что было до сих пор, нужно пойти по беспределу. То есть, нужно на левом флаге всех зарубить, нужно на правом флаге всех зарубить и попытаться как-то сформировать какое-то парламентское большинство. Очень непросто, и я думаю, что второй раз никто это уже не проглотит. Это не внутри страны, не внешне. Мы общаемся и на западе, и на востоке, и это не пройдет. Это означает, что нужно соблюсти определенные стандарты демократические. Поэтому у меня надежда, что все пройдет и должно пройти более-менее по закону. Если нет, то, конечно, нас ждет очень серьезная дестабилизация в следующем году. Потому что, если пойдут по беспределу, я могу объяснить, что это означает по беспределу. Это означает нерегистрация кандидатов в оппозиции. Ну, в наших либо правах. Вчера уже были такие случаи, когда подписные листы кандидатам по округу дали демократам, а нашим не давали. Ну, комиссия ушла куда-то и нету форума. Если не будут регистрировать, ну, это первая попытка. Вторая – снимать с выборов. Вот видишь, что там более сильный конкурент от социалистов, к примеру, там и Бричана, вот Гричана, и там идет от демократа председателя района. Ясно, что Гричана там выиграет. Но других вариантов нету, надо Гричану снять с выборов. Либо там, это вторая возможность. Либо третья, после выбора 24-го вечера, 25-го, вдруг ситуация, что им результаты не нравятся. И начнут по судам бомбить результаты по конкретным округам. Вот если эти три… Прецедент создан? Нет, я вам показал три возможные этапы, где они могут пойти по беспределу. Если пойдут, тогда просто эти выборы никто не признает. Не признает, ни на Западе, ни на Востоке. И нужно будет пойти на повторный выбор, недосрочный, повторный. Что такое повторный выбор? Как в 2009 году? Это означает, что оппозиция левая, правая выйдет на площадь. И повторные выборы состоятся под давлением площади и оппозиции. И наших партнеров Запада и Востока. И тогда они полностью все потеряют. Потому что при повторных выборах они просто не устоят. Вы готовы на такие акции протеста вместе с правами? Вместе с правами? Я понял ваш вопрос, Анатолий. Я хочу напомнить, когда мы последний раз вместе с правами выходили на площадь. В 2015 году? Это был 16-й год, начало 16-го года, когда было сформировано парламентское большинство из депутатов, из разных фракций и назначали правительство. Мы тогда вышли общим фронтом на протест перед зданием парламента. И после этого уже продолжались дальше протесты. Я не исключаю, что такое может быть. Если опять будет попытка сформировать парламентское большинство вот таким способом, я этого не исключаю. А если будет создана видимость демократии и выборы признают, вы ни в какую коалицию ни с кем не готовы идти? Вы который раз уже задаете этот вопрос? Ну, может быть, что-то изменилось. Это по мере приближения выборов? Есть всего лишь несколько сценариев. Первый. ПСРМ берет, социалисты берут парламентское большинство. Взвешенная внешняя политика, стабильность, идем вперед. Второй сценарий. Мы не берем большинство. В этом случае при втором сценарии теоретически создается альянс по европейской интеграции 4 или 5. То есть, Майя Сандус и Настаса договариваются с демократами, с Плахотняком и создает парламентское большинство против социалистов. Такое было все эти 10 лет. Исходя из заявлений их, ну, никак не получается. Но кто их знает? Потому что мы видели разные ситуации в течение всех этих лет. И когда внешние партнеры приходили, их головой вот так чуть-чуть стукали, потом все они забывали. И вместе пытались жить дружно и счастливо. Но это буквально на 6-7 месяцев, после чего они пытаются друг друга посадить в тюрьму. Я думаю, этим и закончится альянс за европейскую интеграцию 4. То есть, Настас и Майя просто пойдут за своим боссом, филатом, там, где он сейчас находится. Либо от этих сценарий будут досрочные парламентские выборы. И пока что я других сценариев не вижу. Вы не готовы с партией про Молдова идти вперед? Нет такой партии про Молдова. Демократическая партия. Они специально, говорят, поменяли доктрину. Но они же не партия названия про Молдова. Чтобы не раздражать социалистов, они стратегию разработали. Вы думаете, что уже они осознали, что не должна раздражать социалистов? Ну, дружить. По крайней мере, они не очень критикуют социалистов. Ну, пока не вижу я большой дружбы с их стороны. Что они делают с Конституционным судом и так далее. Понятно. С выборами. Про Приднестровье немного. Вы на этой неделе встречались с лидером Приднестровья Владимиром Красносельским. Кстати, тему выборов обсуждали. Они будут мешать, помогать вот эти два округа. Что там будет? Как они к этому относятся? Конечно, обсуждали все. Что они говорят? Ну, они говорят, что они не... Не участвуют. Не участвуют в выборах. Если есть граждане Приднестровья, а такие, более 200 тысяч. Граждане Молдовы. Которые имеют право участвовать в выборах, то они препятствовать не будут. Не будут. Не будут. У нас есть два кандидата, которые родились в Приднестровье. Я видел эти фамилии. Мне ничего не говорят. И в Тоде виталий по Южному округу. И Филиппов Григорий по Северному округу. У них даже гражданство так называемое Приднестровское есть. И они там родились, там работали. Ну, по Северному там живут в Качерах, в Дубосарах непосредственно, то есть рядом. Поэтому я думаю, что никаких препятствий не должно быть. И я очень надеюсь, что участие в данных выборах будет больше. Я напомню, что самое большое количество, которые участвовали в выборах, это было на президентских выборах, около 18 тысяч жителей. 17 тысяч чем-то, да? 17 тысяч 800 жителей Приднестровья участвовали в президентских выборах. Мы очень надеемся, что на этот раз жители Приднестровья будут более активны. Посмотрим. Кроме выборов, что там, Вадим Николаевич, изменилась его позиция? Независимость Приднестровья и никаких гвоздей? Ну, мы обсуждали, во-первых, текущие вопросы, решение тех вопросов, с которыми мы договорились. И то, о чем можно договариваться в следующем году, осталось два вопроса из восьми. Шесть вроде бы договорились и решили. Нужно сейчас уже применение, имплементация, чтобы было правильное. Осталось два вопроса того пакета, который мы обсуждали два года назад. И мы уже рассматривали возможность, как двигаться дальше. Это в основном экономический блок, банковская система. Корс, считай их, не банков и так далее. Это очень непростой вопрос. Я ему напомнил про прецедент 1995-1996 года, когда было подписано Толмачом. И согласились тогда и с левого берега, чтобы было параллельное хождение Лея Молдавского на левый берег. Я ему про это напомнил. Конечно, они пока что так очень сдержанно это восприняли. Но будем двигаться в это направление. По поводу политического регулирования мы это не обсуждали. Я думаю, что обсуждение этих вопросов возможно только по результатам после выборов здесь, на правом берегу. Потому что должна быть общая позиция президента, спикера и премьера. Пока что общей позиции по политическому регулированию нет. На прошлой неделе, по-моему, Кристина Лесник, вице-премьер по реинтеграции, заявила, что будет новая стратегия. Вопросы всех трех корзин будут обсуждаться параллельно. Мы не обсуждали с представителями правительства эти вопросы. Но после марта будет другое правительство, будут другие люди этим заниматься. Поэтому давайте подождем 2-3 месяца. Я все-таки про третью корзину. Политические вопросы, вопросы безопасности. Россия и Приднестровье считают, что рано обсуждать эти вопросы. А на самом деле, что есть в этой третьей корзине? Я поэтому и отметил, что есть разное видение принципов политического регулирования в президентуре и в правительстве. Мы разработали свою концепцию. Я передал свою концепцию представителям правительства еще год назад. Они разработали свою концепцию, в которой участвовали в основном правые эксперты. Некоторые сейчас баллотируются по спискам этого АКУМ. Я им изначально сказал, что это неприемлемо, что вы поручили эксперту. То, что просочилось прессу, видение. Это полное, не хочу жесткие слова говорить, но это не подходит. Другой концепции у них нет. Мы им предложили, вот есть наша концепция, скажите, чем вы не согласны. И мы понимаем, что они не готовы сейчас об этом говорить. В следующем составе парламента правительства будет другая ситуация, другой расклад. И будем с ними обсуждать наше видение. Либо появится другое. Но любое видение политического урегулирования, что означает третья корзина, давайте объясним тем, кто нас смотрит. Первая, вторая, это текущие вопросы, которые мы решали и решаем. Социалка, да. И есть хороший результат. А третья корзина, так называемая, это политическое урегулирование. То есть это принципы, как мы будем объединять страну. Вот здесь у нас есть видение. Но любое видение, которое разработано в президентуре, в правительстве и так далее, во-первых, должен быть консенсум на уровне всех властей в Молдове. И потом это нужно консультировать с народом, чтобы народ согласился. Может быть, народ скажет, что не согласен с концепцией президента или правительства. Люди должны об этом знать. Никакие подковерные, там под столом не может быть. Прошло это время. Только через референдум. Вы обсуждали с господином Канду, с господином Филиппом, я понял, что три встречи было, хотя я знаю только про одну, от 22 февраля 2017 года. Было еще потом встречи. Встречались, обсуждали. Конечно, мы это обсуждали, не раз обсуждали. И вот первые два пакета, как вы говорите, корзина. Хотя мне название корзина не нравится. Это обычно туда бросают. Либо виноград, либо что-то другое. Переговорщики так называют. Но, конечно, мы обсуждали. Они знают про нашу позицию. Мы детально все это обсуждали. Хотел еще спросить. Вопрос очень такой щепетильный. Когда-то вы встречались с гражданским обществом Приднестровья, лидером которого был на тот момент, неформальным лидером Олег Харжан. Его недавно посадили в тюрьму в Приднестровье. Четыре года, по-моему, дали. Вы обсуждали этот вопрос? Причем осудили за то, что он толкнул милиционера на каком-то митинге? Мы это обсуждали на встрече в Кондрице, которая проходила 6 сентября. На этой неделе мы это не обсуждали. Я высказывал свою позицию не раз. Это гражданин Республики Молдова. И соответствующие государственные органы, молдавские. Когда против гражданина Молдовы принимаются вот такие решения, они должны реагировать. Я не знаю, чем занимается прокуратура. Я знаю, что туда направили в письменном виде и мои советники, и члены семьи Олега Харжана. И наверняка там в прокуратуре этим занимаются. Потому что говорят, что он чуть ли не пострадал из-за того, что встречался с Игорем Дадоновым. Не думаю. А Приднестровье как-то вызывающе приняли это решение 1 ноября, на второй день после того, как вы встречались с Путиным. Я не думаю, что это связано. И не надо здесь видеть какие-то злые умыселы. Понятно. И если об осужденных, политических осужденных, про Юрия Рожки. Как вы в курсе, как задают вопросы телезрители, куда пропал Юрий Рожка, что с этим уголовным делом? Мы с ним общались полгода назад, мне кажется. И он мне информировал по поводу вот этой ситуации. Я сказал, если нужна в чем-то наша помощь, мы всегда будем рады помочь. Даже если на каких-то этапах у нас были разные взгляды по поводу развития Молдовы в последнее время, вроде бы у нас очень много общих взглядов насчет государственности и так далее. Поэтому, конечно, сожалеем, что вот это происходит с ним. Но если мы сможем чем-то помочь, мы обязательно поможем. Там есть политическая подоплека? Вообще есть политические дела в Молдове? Политически матеревированные уголовные дела? Мне задавали вопросы на пресс-конференции. Я сказал, что очень много из дел последних лет это политический матеревер. Президент за два года ни разу не воспользовался своими полномочиями об амнистии. Было два раза. Было, да? Да, один раз это касалось одного гражданина, который уже в очень плохом состоянии, ну, больной, в тюрьме находился. Будучи шофером, как-то его привязали к какому-то уголовному делу. Но я помогал дочке, его дочке, которая недавно проходила реабилитацию в Москве. Вчера была она в президентуре. И там и мама больная, и еще там дети. И я принял решение амнистировать. Поэтому был. Но так массово, как было раньше, когда десятками, я очень внимательно подходил к этим. По политическим не планируете такие решения? Нет, не планирую. Не планирую. Это все, что мы сегодня обсудили, что мы успели обсудить сегодня и в этом году. Вам спасибо большое. И нашим телезрителям, гражданам Республики Молдова, хочу сказать большое спасибо за всю вашу поддержку в течение этого года. И поверьте, все у нас получится в следующем году. Несмотря на тех, которые нам желают плохого года, 2019 год, это год победы в Великой Отечественной войне, имея в виду освобождения Республики Молдова от территории, от фашистов. Поэтому мы в следующем году обязательно победим. Все вместе. Спасибо. Спасибо за участие в программе, Игорь Николаевич. С Новым годом вас. Благополучия, счастья, здоровья и удачи, в том числе на выборах. Уважаемые телезрители, это была пятница с Анатолием Голя. Мы снова увидимся после 15 января. Счастливого вам праздника, в Нового года и Рождества. И обязательно участвуйте в выборах, но голосуйте так, чтобы вам не было стыдно. Всего вам доброго. До встречи в январе.